В этом совсем милипузерном видеоуроке мы сейчас посмотрим одну такую штуку, которая дает возможность как бы всем элементам задавать ненаследуемые свойства. Вот помните мы там в каком-то уроке проходили вот наследование и есть такие свойства, которые не передаются там по наследству, а не другим тегам более низшим, не передаются эти свойства. Так вот, есть такое специальное значение, которое можно задать практически любому свойству, оно называется Inherit. Вот вы наверное сами замечали эту вот такую штуку, например вот даже Margin, давайте уберем эти 10 пикселей отсюда и вот посмотрим, видите, есть такое значение Inherit. И это значение практически у всех свойств есть, но многие не понимают, что это такое вообще. Если не знать там ничего, то можно подумать, что это как бы по умолчанию там значение, но это не так. Как раз таки вот это вот значение Inherit, оно делает так, чтобы вот это вот свойство, которое мы задаем, Inherit, в общем это свойство, оно будет брать значение от более высшего там родителя. Например, если у нас тег P там не имеет значения Margin, то мы можем задать ему Margin Inherit и тогда применятся эти отступы от родителя. А родители у нас может быть там например какой-нибудь тег DIV, например там DIV ID Content, имеет там какие-нибудь Margin, да, или паддинги. Если мы задаем эти паддинги уже внутренним тегам, это теги P, да, то они наследуют вот эти вот самые отступы там внутренние или внешние от этого, в общем, родителя. Короче, болтать много не буду, давайте что-нибудь сделаем это на практике, посмотрим, да. Вот есть у нас сайт TestHTML, мы все его прекрасно знаем, работали целый курс над ним, изучали все самые такие базовые свойства. Так вот, вот смотрите, вот у нас такой список есть, мы тогда задавали ему там, не помню уже, Display Inline, да, и у нас вот такой вот, ну наподобие такого меню горизонтального получилось. Смотрите, вот у него нет никаких отступов совершенно, да, он прилипает ко всему. Так вот, давайте за счет вот этого Inherit'а посмотрим, как это работает. Для начала найдем в HTML документе этот самый список. Вот у нас идет, это OL, гумерованный список, да, вот у него есть атрибут Start7, его можно удалить, он тут уже не нужен нам совершенно. Вот теперь давайте найдем в стилях этот тег OL. Так, ищем, смотрим. Вот OL, ли, да. Ну, если мы зададим OL, ли, margin там, а вот он уже задан, да, здесь. Нет, нам надо непосредственно самому главному списку OL задать. Мы эти вот ли теги трогать не будем. Давайте сейчас создадим новый. Вот так вот просто OL напишем. И зададим ему свойство margin. В цифрах ничего указывать не будем, просто напишем Inherit, да. И все, и посмотрим, чего от этого изменится. По идее, у нас должны, вот этот margin, он должен наследоваться от врапа. Вот у нас ID врап, он имеет margin, у нас 0 авто. Так, это значит посередине, да. Ну, не знаю, вряд ли сейчас еще применится. Давайте обновимся. Так оно и есть. Давайте лучше сделаем padding. Вот у нас врап имеет padding 10 пикселей со всех сторон. Вот давайте лучше этому OL зададим padding вместо margin. Сейчас пропишем padding Inherit. Вот. И тогда у нас сейчас по 10 пикселей со всех сторон должны, короче, унаследоваться. Вот этот вот OL, он должен унаследовать вот врапа эти padding. Вот обновляемся. И вот, смотрите, появились отступы со всех сторон в 10 пикселей. Это внутренний отступ. Вот так вот и работает этот самый Inherit. Так что будете знать, что такое. На будущее может вам пригодиться. Ну, это, наверное, был у нас последний урок такой из теоретического курса. Короче, давайте всем удачи в сайтостроении. Всем пока.